Поздравляю вас с пятилетним. Спасибо. С какими планами и идеями вы пришли на пост главы и все ли вы успеете сделать за эти пять лет? Знаете, пять лет назад, когда я в этом кабинете приступил к работе, конечно же, вопросов перед городом было очень много, и они, наверное, уже отличались от тех, которые стоят сегодня. Пять лет назад у нас в городе было множество проблем, связанных с отсутствием управления, с отсутствием стратегии долгосрочного развития города, с проблемой отчужденности власти от людей, когда власти и люди смотрели совсем по-разному на те или иные решения тех или иных вопросов. Была страшная проблема по бродячим собакам. Тогда на каждой предвыборной встрече мне стояли вопросы по собакам, и на самом деле тогда десятки тысяч собак у нас были, бродящих в городе Якутске. Была очень серьезная проблема по детским садам. Очередь достигала свыше 7 тысяч, это только по детям от 3 до 7 лет. Общая очередь была там, если не ошибаюсь, около 17 тысяч, и казалось, что эту проблему решить просто быстрыми темпами никогда не получится. Конечно же, были проблемы коммунальные. Мы помните, каждую зиму тогда город Якутск всегда был на первых страницах федеральных средств массовой информации, на первых выпусках новостей федеральных телеканалов, как раз с достаточно по печальной теме, по коммунальным авариям, большие морозы, которые на самом деле подвергали здоровье и жизнь наших горожан на прямой угрозе. В общем, я уже не буду говорить про уличную дорожную сеть, я уже не буду говорить про аварийные дома, в которых были очень серьезные проблемы. И, конечно, мне надо было тогда в кратчайшие сроки, если не решить проблему, то, по крайней мере, четко обозначить пути и подходы к решению этих проблем. И я считаю, что нам это удалось. Вот вы знаете, мы по ходу решения этих проблем, о которых я сказал, у нас же выходят новые проблемы. Вот, например, детские сады. Мы на сегодняшний день точно можем сказать, что проблема детских садов в таком кардинальном виде решена. То есть у нас очереди так-таковой нету. Мы с помощью и частного бизнеса, и с помощью тех средств, которые поступали из федерального и республиканского бюджета, с помощью городского бюджета, 16 детских садов построили, 16 детских садов построили, в том числе на первых этажах новостроек, и проблему практически сняли. Мы сейчас строим детские сады, но это уже такого поддерживающего характера, для того, чтобы снять общую нагрузку. Но сейчас уже другая проблема. Сейчас это поколение выросло, и оно у нас уже идет в школы. Соответственно, у нас сегодня школы переполнены. У нас практически все школы города, 47, если не ошибаюсь, они обучаются в две смены. И говорить о том, что обучаются они в нормальных условиях, мы не можем. Во многих классах, в центральной части города в классах 40 и больше детей. Конечно, мы сейчас должны в ближайшие годы сделать очень серьезный прорыв в этом отношении. Мы должны строить школы, мы должны выкупать здания, реконструировать их под школы. Мы должны надстройки делать, пристроить к уже существующим зданиям. Но эта проблема должна быть решена. Конечно, существует дорожная карта, утвержденная правительственными республиками, по которому до 2025 года у нас этот вопрос должен быть решен. Но я считаю, что мы должны упор делать уже на ближайшие годы, с тем, чтобы уже в 2018, 2019, 2020 годы максимально снизить остроту этой проблемы. Я уверен, что мы с руководством республики такие решения сможем принять и реализовать. Конечно же, вопросы дорог, они требуют дальнейшего решения. Мы за эти годы отремонтировали 70 с лишним километров дорог в городе Якутске. Но мы понимаем, что наши крупные, например, дорожные артерии, это и окружное шоссе, и Хатын-Уравское шоссе должны ремонтироваться. Мы должны уже идти на пригородные наши поселки, должны на окраинах больше делать улиц, например, в тех же Сейсарах. И вот план такой у нас на ближайшие 5 лет тоже утвержден, и мы этим будем заниматься. Проблема аварийного жилья может быть снята в самом остром виде. То есть мы понимаем, что программа по сносу аварийного жилья, признанного таким до 1-го и 12-го года, в Якутске будет 100% выполнена. Тут никаких сомнений уже нет у нас. Но есть значительное количество аварийного жилья, признанного таким уже после 1-го и 12-го года. И, конечно, мы должны понимать, что сейчас мы должны говорить и о комплексных подходах. Вот то, что сейчас делается в 93-м квартале, то, что делается в 68-м квартале, то, что делается в 17-м квартале будет. Вот эти вещи мы должны по городу повсеместно распространять. У нас сейчас 15 договоров по развитию застроенной территории. В принципе, застройщики все достаточно крупные, понятные для нас. И я надеюсь, что мы в ближайшие 5 лет, вот как раз через договоры развития территорий, сможем подойти уже к комплексному развитию территории, когда не один там точный дом вырастает. Вокруг точной застройки всегда очень много вопросов, дискуссий, недовольных. А когда идет комплексная застройка, там уже более понятно и более это лучшее даже с точки зрения обустройства городской среды. Вопросы населения поднимает, и я ее полностью поддерживаю, по части обустройства нашей городской среды, когда мы не только домостроим, но и обустраиваем территорию вокруг них. И дворы, и скверы, парки, места отдыха. И в этом направлении в городе Якутске вот с этого года мы уже очень серьезные такие проекты реализуем. Это и бульвар Учителя, это и сквер Романа Дмитриева, сквер Братьев Даниловых. Будет у нас начато уже обустройство вокруг Талового озера. То есть такие у нас серьезные, хорошие планы есть. Слава Богу, в этом году есть финансирование и с федеральным бюджетом на эти цели. Я думаю, что у нас, конечно, результаты там будут хорошие. Ну и, конечно, я никогда не устаю об этом говорить. Главная моя опора, моя работа, это население города, это народ. Я всегда на него полагался. Я признателен населению нашего города. Оно и умеет поддерживать, умеет и критиковать. Я всегда за то, чтобы такая хорошая критика была. Это не позволяет расслабляться нам и делать дальше вот те шаги, которые приводят к тому, чтобы в жизни в нашем городе улучшалось, качество жизни повышалось. И я думаю, что в ближайшие пять лет мы с помощью населения, с помощью общественности, конечно, еще много разных проектов сделаем для того, чтобы каждый житель нашего города мог почувствовать себя хозяином Якутска. А какие мечты у вас? Какие вы видите в будущее Якутска? Вы знаете, я Якутск вижу городом счастливых людей, городом красивым, городом современным, технологичным, где будут жить люди, которые имеют хорошие, высокие доходы, который будет связан со всем миром. И, конечно же, город, в котором будут красивое жилье, красивые парки, места отдыха, красивые, хорошие дороги. В общем, город, в котором людям будет хотеться жить и который всегда будет развиваться и идти вперед.